Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем разговор о гистологии человека. Кровь и лимфа, костная и хрящевая ткань, жировая и пигментная, плотная и рыхлая волокнистая, все это соединительные ткани. Что же их объединяет в одну группу? Во-первых, это их незадермальное происхождение. Во-вторых, очень много межклеточного вещества в силу рыхлого расположения клеток друг относительно друга. Это прямая противоположность эпителиальных тканей. Функции, которые выполняют соединительные ткани, весьма разнородны. Это и трофическая, то есть питательная, и опорная, и транспортная, и терморегуляторная, и защитная функции. Рассмотрим подробно классификацию соединительных тканей. Все соединительные ткани делят на четыре группы. Первая, собственно, соединительные ткани. Они образованы фибробластами и фиброцитами, от латинского фиброволокно. Нужно заметить, что бласты и циты это клетки, которые отличаются своим возрастом и функцией. Иными словами, бласты это молодые, активно делящиеся клетки, основной функцией которых является синтез компонентов межклеточного вещества. Циты это состарившиеся бласты. Они уже почти не делятся и мало что продуцируют. К собственно соединительным тканям относятся рыхлая и плотная волокнистые соединительные ткани. В чем же между ними разница? В межклеточном веществе рыхлой волокнистой ткани коллагеновые волокна, выполняющие опорную функцию, расположены рыхло, образуя сеть или паутину. Это вы можете видеть на левом микропрепарате. В плотной волокнистой соединительной ткани эти волокна однонаправлены, что придает этой ткани особую прочность. Поэтому рыхлая волокнистая соединительная ткань формирует оболочки внутренних органов и прослойки между ними, то есть выполняя таким образом защитную функцию, покровную, а также выполняет трофическую функцию, располагаясь под эпителием. Прочная плотная волокнистая соединительная ткань образует сухожилия и связки, таким образом выполняя опорную функцию. Следующая группа это твердые соединительные ткани, названы так потому, что их межклеточное вещество твердое. Это хрящевая и костная ткань. Хрящевая ткань образована клетками хондробластами и хондроцитами, от греческого хондрос, хрящей. Отличительной особенностью хрящевой ткани является особое расположение хондроцитов в ней, в специальных полостях, лакунах, поодиночке или группами. Это вы можете видеть на микропрепарате на слайде. Группы клеток, лежащие в общей полости, называются изогенными, то есть имеющими общее происхождение. Они образуются путем деления одной клетки. Хрящевая ткань различают три вида хрящевой ткани. Гиалиновую, эластическую и волокнистую хрящевую ткань. Гиалиновый хрящ, как правило, входит в состав суставных, реберных хрящей, эпифизарных, то есть те, которые находятся на головках костей. В данном случае, располагаясь на головках костей, хрящевая ткань выполняет не только защитную функцию, защищая хрупкие головки костей, построенные из губчатой костной ткани от истирания, но и трофическую функцию. Дело в том, что в костной ткани проходит крайне небольшое количество кровеносных сосудов, которые питают клетки кости. Следовательно, необходимо брать питание еще откуда-то. И в данном случае используется технология, которую мы уже видели у эпителиальных тканей. Такая подсасывательная технология. Так как в хрящевой ткани располагается гораздо больше кровеносных сосудов, и, следовательно, она получает больше питания, покрывая головки костей, эпифизы костей, могут подсасывать питательные вещества из надлежащего суставного гиалинового хряща. Кроме этого, гиалиновый хрящ входит в состав нескольких хрящей гортани. Это щитовидный хрящ, персневидный хрящ, а также два черполовидных хряща, к которым присоединены голосовые связки. Эластический хрящ образует последний, пятый хрящ гортани, это надгортанник. Эластический, в отличие от гиалинового хряща, гораздо более подвижен, что и позволяет надгортаннику закрывать вход в дыхательное отверстие при глотании. Кроме этого, эластический хрящ входит в состав наших ушных раковин. С возрастом эластический хрящ никогда не накостеневает, в отличие от гиалинового хряща. Ну и, наконец, волокнистый хрящ содержит самое большое количество коллагеновых волокон, придающих этому хрящу особую прочность. Из такого хряща построены межпозвоночные диски. Другим типом твердых соединенных тканей является костная ткань, образующая кости нашего скелета. Входят в состав этой ткани остеобласты, молодые клетки, остеоциты и остеокласты. На самом деле, остеокласты не совсем-то и костные клетки. Это пришлые макрофаги из крови. Вообще, это вполне естественное событие, когда моноциты крови мигрируют из кровяного русла в различные ткани. Ну, таким, например, моноцитами являются клетки Купфера в печени, клетки Лангерганса в нашей коже. И вот, пожалуйста, остеокласты в костной ткани. Остеокласты предназначены костной ткани для того, чтобы вычищать эту костную ткань от погибших, состарившихся остеоцитов, чтобы их место могли занять молодые остеобласты. Обратите внимание на то, что остеоциты, выполняя в основном опорную функцию, образуют в структуре костной ткани вот такие костные балки, костные цилиндры, полые внутри. Причем эти цилиндры один другого больше и вложены друг в другу. Вот такие системы вложенных друг в друга костных балок называются остеоны. Дело в том, что такая остеонная организация кости придает ей особую прочность. И кость, как было выяснено в экспериментах, прочнее свинца на излом и меди на разрыв. Следующий тип соединительных тканей это жидкие соединительные ткани, к которым относятся кровь и лимфа. Вам все хорошо известно клетки крови, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Лимфа содержит, как правило, лимфоциты, это особая субпопуляция лейкоцитов и тромбоциты. О крови и лимфа мы отдельно и подробно будем говорить в соответствующей лекции. И, наконец, четвертая группа соединительных тканей это ткани со специальными свойствами. К ним относится, например, жировая ткань, клетками которой являются клетки адипоциты или липоциты. Обратите внимание на фотографию микропрепарата жировой ткани. Очевидно, что в левой части этой микрофотографии мы наблюдаем клетки с огромной, единственной жировой каплей и нам кажется, что эти клетки даже какие-то пустые или прозрачные. В правой половине этого микропрепарата клетки также жировой ткани, но имеющие множество мелких жировых капель и которые гораздо активнее окрашены красителем. На самом деле это два вида жировой ткани, белая и бурая. И та и другая может быть у человека, но, как правило, белая жировая ткань преобладает у взрослых людей. В клетках действительно находится одна большая жировая капля и очень мало митохондрий. Собственно, белая она из-за цвета жира. Вспоминайте цвет сала или любого другого животного жира. Основная функция белой жировой ткани термоизоляция. Именно поэтому белая жировая ткань накапливается в подкожной жировой клетчатке, в особенности в области живота, это так называемый висцеральный жир, и в области бедер. Бурая жировая ткань преобладает у младенцев, а также у животных, впадающих в спячку. В клетках этой ткани много мелких жировых капель, что увеличивает площадь поверхности, а также много митохондрий. Бурый цвет бурой жировой ткани придает железо, содержащиеся в цитохроме С-митохондрий. Действительно, так как цитохром С- это один из белков электронно-транспортной цепи митохондрий, железо в его составе может переходить из двухвалентного в трехвалентное и обратно в процессе передачи электрона. Ну а из курса химии вы наверняка помните, что трехвалентное железо имеет бурый цвет. Главная функция бурой жировой ткани термогенерация, то есть образование тепла. Это происходит за счет наличия в клетках бурой жировой ткани большого количества белка термогенина. Термогенин – вещество, которое может встраиваться во внутреннюю мембрану митохондрий и разобщать электронно-транспортную цепь. Иными словами, энергия электрона заряженного передается не на синтез АТФ, не на запас энергии, а просто на расходование в тепло. Таким образом, все заряженные, возбужденные электроны, которые образуются, ну например, в результате бета-окисления жирных кислот от того самого жира в бурой жировой ткани, идет в основном в тепло. Поэтому бурая жировая ткань сжигается моментально. Из-за ее термогенерирующей функции она актуальна для младенцев, которые только-только покинули теплую утробу матери. И поэтому у новорожденных младенцев эта ткань скапливается на плечах, вокруг шеи, на спине, таким образом как бы согревая жизненно важные органы. Ну а для животных, впадающих в спячку, эта ткань актуальна для поддержания в длительное время нормальной температуры тела в процессе зимней спячки. Все проблемы, связанные с ожирением, а также с сахарным диабетом второго типа, который как следствие ожирения часто развивается у людей, часто связаны именно с белой жировой тканью. Здесь возникает вопрос, можно ли как-то избавиться от этой белой жировой ткани или перевести, превратить ее в бурую? Да, можно. И я не открою в Америке и скажу о том, что это возможно сделать регулярными занятиями спорта. Но постараюсь пояснить это утверждение с точки зрения молекулярной биологии. В наших мышцах, которые подвергаются постоянной и регулярной физической нагрузке, может вырабатываться гормон, который называется ирезин. Этот гормон, подобно транскрипционному фактору, может активировать в клетках синтез белка термогенина, того самого, который разобщает электронно-транспортная цепь. Поэтому активные занятия спортом, которые приводят к повышению уровня ирезина в крови и во всем организме, повышают скорость бета-окисления жирных кислот, запасенных в клетках белой жировой ткани, а также стимулируют пролиферацию самих митохондрий в клетках белого жира и превращают таким образом его в бурый жир. Исследования последних 10 лет показывают, что ирезин может быть использован как перспективное средство для лечения нейродегенеративных заболеваний, болезни Альцгеймера, Паркинсона, а также в лечении упомянутых ранее ожирения и инсулино-независимого сахарного диабета второго типа. К соединительным тканям со специальными свойствами также относится ретикулярная ткань, клетки которой называются ретикулоциты. Она входит в состав кровотворных органов, в частности красного костного мозга, из которого образуются все диффероны клеток крови. Ну и, наконец, пигментная соединительная ткань, клетки которой пигментоциты накапливают, синтезируют и накапливают пигмент меланин, содержится, например, в радужке наших глаз и определяет цвет наших глаз, а также в коже наружных половых органов. Итак, давайте повторим то, о чем мы сегодня с вами поговорили. Какие виды соединительных тканей изображены на рисунке? Ну, очевидно, что под номером 1 и из-за того, что мы наблюдаем коллагеновые волокна, расположенные беспорядочно, образуя такую сеть или паутина, это рыхлые волокнистые соединительные ткани. По цифре 2 мы видим клетки с одной крупной жировой каплей, здесь она покрашена в желтый цвет, очевидно, что это адипоциты, белого жира. Под номером 3 мы видим клетки, образующие изогенные группы, это, конечно, гиалиновый хрящ. По цифре 4 характерное концентрическое расположение клеток в виде костных балок, это костная ткань. Ну и, наконец, по цифре 5 все узнали эритроциты, крови. Какие особенности характерны для соединительных тканей? Ну, так как мы запомнили, что соединительные ткани это противоположности эпителиальных, то для них будет характерно большое количество межклеточного вещества, рыхлое расположение клеток, конечно, мезонхимальное происхождение, ну и огромное количество разнообразных функций, которые эти ткани выполняют.